Привет! Сегодня у нас будет очень интересное видео, в котором мы покажем сразу три поколения мопедов Рига. Притом, это Риги, которые захватят эпоху, начиная с 1975 по 1981 века. И так, как вы могли догадаться, мы в гостях у Александра Шевченко. К сожалению, в силу определенных обстоятельств он не сможет сегодня к нам присоединиться. Но он передает привет и очень переживает за свои мопеды, которые вы сейчас, в принципе, увидите во второй раз. Потому что о каждом из них мы уже снимали отдельное видео. Но я посчитал нужным, что нужно поставить их втроем и показать, в чем конкретно была разница между тремя этими поколениями. Рига 12, Рига 16, Рига 22. Несмотря на то, что между их индексами такая большая пауза, то есть Рига 12, Рига 16, Рига 22, это модели, которые приходили на смену друг к другу. А вот эти вот паузы заполняли либо односкоростные мопеды, либо какие-то спортивные версии. То есть они не были непосредственными наследниками этих экземпляров. Что их объединяет? Объединяет их в первую очередь 16 колеса. Здесь, конечно же, не хватает Риги 4, на которой впервые дебютировала концепция и такой рамы, и таких 16-дюймовых колес. И произошло это в 1968 году. Тогда, в принципе, вот эта вот концепция рижских мопедов 70-х и первой половины 80-х и сложилась. Она не менялась, как мы видим, в принципе, на протяжении довольно длительного периода. Да, какие-то перемены были, но они касались прежде всего двигателей и какого-то обвеса. А вот сама архитектура этих мопедов, она, в принципе, не менялась. Итак, если мы посмотрим, Рига 12, это был еще мопед с педальным приводом. То есть он комплектовался двигателем Ша-57. И впервые получил полуторное сидение, хотя на ранних версиях еще были одиночные, такие же, как на Рига 4. И багажник его был еще небольшой формы. Во всем остальном он, по большому счету, был похож на другие версии. Вот эта версия бака, она могла встречаться и на других поколениях. То есть это, так называемый, экспортный баг. Еще чем он отличался, это тем, что он имел низкий руль. Вот обратите внимание, какой высокий руль получила уже Рига 16. То есть это уже руль мотоциклетного типа, который мог регулироваться по углу наклона и нахлёжных фиксированиях. Кроме того, какое еще изменение получает Рига 16? Это первый мокрик. То есть он получает двигатель Ша-58 с кикстартером. И педали уходят в прошлое. Хотя существовали ранее версии Рига 16, на которых еще был двигатель Ша-57. Но это, скажем, из-за того, что литовский завод Vairos не успевал вовремя это все поставить. Здесь такого же типа сидения. Но смотрите, как увеличился багажник. То есть он увеличился по сравнению с Рига 12 на 300 квадратных сантиметров. Стал более удобным для перевозки груза. И кроме того, Рига 16 впервые получает новый светотехник. Или задний фонарь уже более современного типа. Он же потом перекочевывает и на Рига 22. И тот же багажник мы тоже видим на Рига 22. Тоже сидение, все абсолютно такое же. Концепция рамы такая же. Единственное, Рига 22 получает уже новый баг. Новый баг. Тот же высокий руль и фару с раздельным спидометром. То есть эта фара уже стала более современной. Которая не в едином блоке был объединен спидометр. Но самое революционное изменение на Рига 22 это двигатель. Он в принципе S62 стал одним из самых ненадежных. Я подробно об этом рассказывал в своем видео. Но тем не менее такой вот двигатель, он как бы стал характерной чертой. И самое главное, что он получил электронное зажигание, которого не было на предыдущих версиях. А какие же элементы объединяют все эти мопеды, которые выпускались на протяжении 70-х и первой половины 80-х годов? Их на самом деле не так и мало. То есть если мы посмотрим, это именно рижский подход к мопедам, который отличал их от революционных и в принципе от других. Обратим, давайте обращать внимание. То есть первое, это то, что фара на рижских мопедах всегда красилась в один и тот же цвет. Тот факт, что они двухцветные. Они по большому счету всегда были двухцветными и таким вот образом отличались. Кроме того, чехлы амортизаторов здесь тоже покрашены на всех трех мопедах. Это была характерная черта именно рижских мопедов. Кроме того, мы видим здесь белую кнопочку, которая была присуща на всех поколениях рижских мопедов. Если вдаваться в остальные металии, то их тоже довольно много. Это одна и та же рама, одна и та же конструкция и рамы. Похожие сиденья с бардачком под сиденьем. Под каждым из этих сиденьев есть вот такой вот бардачок в виде выштамповки в раме, куда мог прятаться и насос. Но одним словом, таких вот элементов довольно много. Если поискать, то преемственность рижских мопедов, она была на самом деле очень высокой. И она сохранялась годами. Более того, одним из элементов это было качество. То есть рижские мопеды, бывает такое мнение, что они были более качественными, чем рижковские. И в первую очередь за счет того, что мы видим, что даже на Риге-12, на Риге-16 в те годы рижане заморачивались с сыровкой. Чего на львровских мопедах уже давно не было. Даже на Риге-22 мы видим сыровки на передних крылах. Это в 80-е годы во Львове, в то время уже была только однотонная покраска. Ну и таких вот маленьких фактиков очень и очень много. Рижские мопеды это отдельная тема, отдельное явление, как среди мопедов СССР, так и в принципе мопедов Восточной Европы. У них есть много фан-клубов, при том не только в странах бывших СССР, а, например, в Бенгрии, в Польше. Я знаю, что есть такие фан-клубы, где они собираются и коллекционируют именно рижские мопеды. Пишите в комментариях, у кого такие были, какие у вас наблюдения. Может быть я что-то упустил, потому что я старался вам максимально быстро это все изложить. Пишите свои впечатления об этих мопедах, на каких вы из них ездили, как вы соотносили их с львовскими мопедами или с мопедами Симпсон. В общем, любые свои воспоминания о рижских мопедах обязательно напишите в комментариях. Подписывайтесь на канал, оставайтесь с нами. Стараюсь рассказывать вам про интересные экземпляры на примере интересных экземпляров. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и ставьте лайк.